всем привет с вами снова не туристический сингапур и мы находимся в рейфл рейндж парке который недавно открыли в сингапуре и это таите заключительная часть потому что ребята смотрите вообще больше нечего вот мы сейчас с вами пойдем в хуэлливетленд который в 150 метрах я просто пропускаю вот эти вот длинные куски джунглей потому что ты тупо идешь по джунглям там справа слева деревья и и забор строжках видео а да еще иногда мусор встречается поэтому в прошлых частях видео рассказывал там и показывал вообще скукотище опять же описание этого парка можете почитать в интернете либо посмотреть в прошлых частях видео извините комары паутины натянули поэтому я периодически почувствую носик вот мы спустили с вами вниз к карьеру сейчас мы смотрели на него с огромной высоты в целых метров 30 вот сейчас мы зайдем в ваттерхенхайд очень короче фигню рядом с водой вот там это не птица киви птица киви это если ножки отрезать голову голову и порезать на ломтики это птица я не помню что такое но тоже такие прикольные они бегают тут вокруг вот так короче чтобы животных не раздражать вам нельзя тут пользоваться короче не звездите тут как птицы и не вырезайте народ я понял это маленькая типа местечко нет мне кажется это искусственная фигня красиво сделанная но искусственная маленькое местечко для того чтобы следить за птицами чтобы они нас вот не видели они там где-то внизу типа должны бегать вот а вы всегда садитесь вот и следите как эти замечательные птицы бегают по баллу прекрасно ничего но мы мы и а мы 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 Нет, это все-таки пластик. Хорошо стилизованный, но пластик. Наверное, по спецпроекту сделаем. Продолжение следует. Ладно, прекрасно придуриваться, но самое забавное, я в первых двух частях уже высказывался про сингапурских инженеров, простите, я выскажу все в этой части. Ребята, вот всю вот эту замечательную инфраструктуру делали вроде как люди, получившие образование в Сингапуре, высококлассные, навороченные, крутые, замечательные, признаваемые во всем мире инженеры. Окей. Я думаю, что среди моих зрителей тоже есть люди, тот же самый, допустим, Матвей, ты же смотришь мои доски, которые понимают, что если у меня перед глазами вот такая дрень, то это значит, птицы, находящиеся вот там, видят меня от макушки и, да, простите, сисек. Я думаю, что для того, чтобы мне наблюдать за птицей, сидя на вот этом широком месте. Ну, смотрите, раз, два, три. Ну, на три, может быть, на четыре человека это место, да? Для того, чтобы мне наблюдать за птицей, притом наблюдать вот туда и вот наблюдать вот туда, мне достаточно щеля сантиметров двадцать, чтобы вот глаз взунуть и менять, это я тем, кто гуманитарически объяснял. Глаз взунуть и менять угол обзора. вот смотрите мы сейчас принесли камеру к стойке да она не отображается на камеру чуть-чуть все вот такого пространства достаточно то есть сделайте вот эту доску доска хорошие спасибо может со стаканом сидеть и амбразуру ну не как у танка пошире да ну амбразуру все-таки и сквозь эту амбразуру действительно будут видны птицы а птицы не будут видеть вас но будут видеть ваши глаза там шевеление где-то в кустах как грубкая между двумя листьями но это простите инженер сделал вот такую фотоистичную до согласен офигенную классную в стиле сингапура конструкцию причем конструкцию сделано так что птицы не видят типа подходящих людей сюда да они люди сразу же прячутся этими штуками но потом он пороха и начал вот это окно вот вот такой дыры за глаза и за уши ты можешь наклониться вот так посмотреть что у нас снизу присесть чуть пониже посмотреть что у нас сверху все это у нас 30 сантиметров максимальном растворе вот тут снизу 25 сантиметровая дыра максимал этого хватает вот эта метровая хрень это простите издевательство над птицами это не птиц нам показывают нас птицам показывать вот поэтому господа не заказывайте инженеров из сингапура ни в коем случае и не доверяйте им разработку проекта потому что вы получите что-то клевое красивое с навороченными такими вот полимерными фрустациями но по факту это будет не функционально пойдем на нее смотреть ну или она будет функционально для ограниченного числа людей с ограниченным интеллектом иначе хочу там за кустами чирикают птицы если кто смотрел мое поза предыдущие видео 2 в этой серии я там буквально со расстояния 10 метров снимал кинг фишера который сидел спокойно и ему было по барабану что я вот там вот да вот там между мной и вами далее вот там находится да отхожу по странной металлической конструкции по воде кинг фишер был озабочен почему в этом карьере рыбы нету вода есть рыбы нет птица удивилась вот и это без всяких вот таких вот клевых навороченных очень дорогостоящих я уверен разработок я даже не спрашиваю почем ее сделали и сделали наверняка дешево и с помощью труда наемных рабочих из соседних стран но вот разработка ты и обошлась и не на ну миллион долларов наверно минимум а то и 2 в автокаде начертите мыслью поставить я бы назвал короче рейкл рейндж парк парком инженерных неудач сингапура ну так если честно ну потому что это это просто сборник неудач какой по нему надо водить инженеров архитекторов из других стран с экскурсиями вот точно я прошу на днях надеюсь согласиться местную архитекторшу и она по ходе тут покритикует профессиональным взглядом что тут сделано не так как говорится видосик смотрите на канале все всем пока это было третье видео из рейкл рейндж парка птичек мы не дождались не буду отвлекать ваше внимание дальнейшем дальше там вообще ничего интересного не переключайтесь подписывайтесь все такое